МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть чем гордиться о состоянии обороны промышленного комплекса региона. Курьезы профессии. Во время погрузки сотрудник эвакуатора повредил автомобиль, а когда понял, что произошло, скрылся. Гражданский форум завершен. Чего удалось достичь и над чем предстоит поработать? Наградили лучших. В честь дня рождения главного закона страны представители различных профессий были поощрены переходящими штандартами. Доброе утро. В эфире информационная программа новости 24 Саратов. В Саратове эвакуатор повредил личный автомобиль. По информации группы Типичный Саратов в социальной сети ВКонтакте, находясь в районе Сенового рынка, спецтранспорт задел переднее колесо автомобиля. По словам очевидцев, водитель эвакуатора и присутствовавший на месте сотрудник полиции, цитирую, «испугались, быстро оцепили машину и уехали, оставив машину в таком виде поперек тротуара». Конец цитаты. Истребители, вертолеты и подводные крейсеры. Радиоэлектронные узлы для этой техники разрабатывают и производят на саратовском предприятии «Алмазфазотрон». Пережив лихие 90-е годы, сегодня завод переходит на 3D-технологии и не зависит от импортных комплектующих и технологий. Как «Алмазфазотрон» и другие предприятия оборонно-промышленного комплекса региона участвуют в импортозамещении в нашем следующем сюжете. Прижимаю вакуумом. Нанотехнологии в действии с помощью уникального оборудования здесь собирают продукцию субмикронового размера. На элементы наносят по 8-12 слоев микросхем. Высокоточная работа требует спецодежды и особого климата. В научно-производственном центре «Алмазфазотрон» это место называют «чистая комната». Запаленность здесь, можно сказать, одна из самых лучших саратов. Она составляет 0 пылина к размерам 0,3 микрона. Сочетание тысяч умных частиц с заданными параметрами потом лягут в основу систем управления самолетов, ракет, кораблей. Саратовское предприятие «Алмазфазотрон» разрабатывает и тут же производит радиоэлектронные комплексы для систем вооружения и оборонной промышленности России. Особенно мы гордимся тем, что вот если сейчас посмотреть, какие есть самолеты в России, истребители самолетов, то кроме одного типа, во всех других истребителях обязательно летает наш блок. Мы участвуем в создании самолета пятого поколения, который, в общем-то, гордится всем странам. Всей страна гордится этим самолетом, потому что он идет как бы отдельной строкой. Генеральный директор вспоминает 17-летнюю историю предприятия, как отремонтировали сильно запущенное здание, оборудовали свою котельную, систему очистных, купили новейшее оборудование для гальваники. Сегодня коллектив «Алмазфазотрон» — это более 800 человек, почти половина из них — выпускники саратовских вузов. Это не случайность. На предприятии базируются кафедры СГУ и СГТУ. Каждый новый специалист проходит тщательный профессиональный отбор. Так в сборочном цеху перерыв каждый час по 15 минут, потому что работа с микроскопом требует высокой концентрации внимания. Здесь происходит сборка модулей, как начиная от маленьких деталей, так и заканчивая полностью сборкой приборов. Самый такой, может быть, несложный, скажем так, по своей конструкции, ну, часа три по-любому. И до недели можем собирать прибор. Все изделия тщательно испытывают, мучают, чтобы самолеты летали, а корабли плыли. От 100 до 300 часов микросхемы и блоки проводят во влажности, тепле, холоде, под электрической нагрузкой и в тряске. Какие приборы, в зависимости, при какой температуре мы их должны испытывать, мы их, такую температуру, задаем в камере. 60 градусов, ну, это максимальный у нас такой минус. Курс на импортозамещение сегодня коснулся и оборонного комплекса России. Президент Владимир Путин не сомневается, что у России есть нестандартные решения для обеспечения обороноспособности страны. Саратовскому региону есть чем ответить. В этом году объем оборонзаказа в регионе вырастет на 20%. В следующем году ожидают не менее 12. У нас в список предприятий оборонно-промышленного комплекса, который утвержден Министерством промышленности, 29 предприятий входит. И, кроме того, 23 предприятия производят различную продукцию, материалы и комплектующие тоже для Министерства обороны. Это для Саратовской области очень заметный сегмент деятельности. И надо сказать, что последние годы он развивается в числе самых таких динамично развивающихся отраслей. Несколько лет назад мы начали, вот сейчас закончили, разработку трех очень сложных модулей СВЧ микроэлектронных, которые заменили, уже заменили украинские три прибора. Мы сейчас уже заключили договор с АО «Тантал» на поставку таких. Он раньше получал их из Киева. Большое количество приборов, долго шло. Сейчас, понимаете, проблема возникла. Плавно, абсолютно, безболезненно «Тантал» переходит на наши приборы. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Двухдневная работа завершилась. В Саратове подошел к концу гражданский форум. Напомню, в течение двух дней чиновники, депутаты, представители бизнес-сообщества и общественники обсуждали на переговорных площадках различные аспекты жизни современного общества. О втором, завершающем дне проведения форума, наш следующий материал. С чего начинается Родина, пытаются понять участники «Круглого стола». В рамках работы гражданского форума Саратовской области на одной площадке встретились чиновники, общественники и депутаты. В непростых экономических и политических условиях, уверены участники «Круглого стола», жителям России удалось объединиться и не забыть о своих корнях. Это и есть патриотизм. Если раньше, для эффективной реализации федеральных задач и работы на благо области, нам была необходима консолидация всех ветвей власти, всех сегментов гражданского общества, то сейчас, когда цель достигнута, важно перейти от консолидации к общественному диалогу. Именно диалогу, который предполагает тематическое взаимодействие органов власти со всеми активными группами гражданского общества. В это же время на другой переговорной площадке обсуждают культурную политику. Представители театрального и художественного сообщества уверены, без культуры нет человека, а значит и государства. Поэтому нужно не разрушать, а созидать. В то же время сегодня учреждения культуры находятся не в лучшей форме. У нас идет сокращение как самой сети учреждений, так и сокращение тех работников, которые непосредственно с этим связаны. А это очень пагубно. Наша задача мы довести до всех уровнях власти с тем, чтобы остановить этот процесс и более того, вкладывать надо в культуру, развивать и совершенствовать. О социальной политике говорят общественники и депутаты. Во время заседания круглого стола обсуждают один из главных для современной России вопросов. В непростых экономических условиях нужно не растерять, а наоборот, приумножить победы на социальном фронте. Очень острыми и, как показала дискуссия, остаются вопросы доступной среды для инвалидов. Здесь работа выступательная регионам ведется во всех направлениях и, соответственно, будет продолжено. Продолжено, безусловно, с учетом мнения самих людей с ограничением по здоровью и с привлечением их к путем общественного контроля, к приему тех объектов, которые должны отвечать требованиям доступности. Гражданский форум создан для решения наболевших проблем. Это и обновление экономики, и создание комфортной среды, и повышение инвестиционной привлекательности региона за счет улучшения его имиджа и вопросы импортозамещения. Надо менять изменения подхода финансирования государственных программ. То есть на сегодняшний момент это становится достаточно актуально и важно. И регионы борются за инвесторы с точки зрения своей части налогообложения. И фактически софинансирование госпрограмм не позволяет стимулировать те отрасли, которые необходимо на сегодняшний момент развивать в рамках импортозамещения. И мне кажется, было бы логичным госпрограммы построить по другому принципу. Формат форума наиболее оптимальный, уверенные участники. На переговорных площадках каждый может высказаться и предложить свой вариант решения конкретных проблем. Чем активнее граждане участвуют в устройстве своей жизни, чем более они самостоятельны, как экономически, так и политически, тем выше потенциал России. Что необходимо? Чтобы созидательный настрой в обществе культивировался, а внешнеполитические вызовы только укрепляли бы у нас уверенность в своих силах. Гражданский форум этого года запомнился участникам своим масштабом и широким спектром дискуссионных тем. Переговорные площадки собрали более тысячи человек. Двухдневный марафон затронул все важные социально-экономические проблемы. Отличительной чертой сегодняшней форумы хотелось бы обозначить участие большого количества молодежи в Сарапской области. Студентской молодежи, школьной молодежи. Это, несомненно, тоже придало новое звучание, обсуждение тех вопросов, которые есть. Я уже сказал, что спектр обсуждаемых вопросов был очень обширный. И практически все острые, может быть, уже слегка застаревшие проблемы, которые есть у нас в жизни, они сегодня обсуждались. Будут ли практические результаты от работы форума, зависит от жителей Саратовской области, уверены участники. Каждому гражданину нужно проявлять инициативу в решении современных проблем. А представители власти, в свою очередь, сделают все в рамках собственных полномочий. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Здоровье подрастающего поколения тревожит специалистов. Чиновники, медики и общественники обсудили состояние здоровья современных школьников. По мнению специалистов, уже пора бить тревогу. Статистика говорит о том, что с каждым годом показатели ухудшаются. Растет число детей, имеющих хронические заболевания. Если еще 20 лет назад проблемы со зрением были у единиц, то теперь это скорее норма. Патология органов зрения, которая на первом месте среди школьников, по сравнению с 1 по 11 класс, возрастает в 2,5 раза. В 4, например, раза возрастает патология желудочно-кишечного. Получается, что именно школьный возраст тоже вызывает у нас достаточно заботу. Специалисты уверены, что проблемы возникают в первую очередь из-за неправильного питания, во вторую – из-за малоподвижного образа жизни. В итоге к 15 годам у ребенка образуется приличный список заболеваний. Менять нужно менталитет у взрослых, только тогда ситуация будет улучшаться. А пока все идет по замкнутому кругу. Родители не прививают детям любовь к здоровому образу жизни, а когда подростки вырастают, заводят собственные семьи. Ситуация повторяется. Когда общественность не формирует, скажем так, негативное отношение к нездоровому образу жизни, вот это нам плохо. То есть должно быть определенный стимул, стереотип, даже общественное мнение, что быть здоровым – это хорошо, это престижно, это модно. Также, как помните, мы говорили на конференции по наркотикам, что должно быть однозначно общественное мнение, что употребление и продажа из-за наркотиков – это грех перед Богом, перед обществом, перед людьми. Методом воздействия остается пропаганда здорового образа жизни. Когда он будет действительно модным, можно будет говорить о том, что менталитет изменился, а значит, есть шанс сделать подрастающее поколение более здоровым. Теперь гражданин. Свой первый паспорт ученики саратовских школ получили в Большом зале правительства области из рук Валерия Радаева. Приурочено мероприятие к празднованию Дня Конституции. Сегодня главному закону страны исполняется 21 год. Кого еще наградили в главный государственный праздник страны – в материале нашего корреспондента. Первые лица области, представители предприятий, руководители учреждений социальной сферы и общественных организаций собрались в Большом зале правительства области. Повод торжественный – День Конституции. Хоть уже несколько лет эта дата не является красным днем календаря, праздничным в сердцах граждан страны остается до сих пор. Ведь законы Конституции составляют основу гражданского общества. Именно в главном документе страны заложен необходимый баланс во взаимодействии государства и гражданина. Зависимость друг от друга, обязанности по отношению друг к другу и ответственность друг за друга. Эти принципы незыблемы, эти смысли неисчерпаемы, эти первоосновы несогрушимы, как сама Россия. Не обошелся праздник и без подарков. В День Конституции в Большом зале правительства чествовали лучших в области образования, социальной поддержки, здравоохранения, культуры и искусства. Николай Музыченко из рук губернатора получил приходящий штандарт. Его предприятие занимается производством масла в Марксовском районе. Николай Иванович признается, такая награда – стимул для дальнейшего развития. Это очень почетно и приятно. И это как бы ценно. Не зря, мы же не только работаем, чтобы выпускать, но еще, чтобы где-то и поклонили, и что-то еще про тебя сказали хорошего. Самых достойных глава региона наградил почетным знаком за активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и памятной медалью «Патриот России». Запомнился День Конституции и юным жителям нашего города. Учащиеся Саратовской кадеткой школы-интерната получили из рук губернатора важный документ. Тем, кому в этом месяце исполнилось 14 лет, Валерий Радаев вручил паспорт гражданина Российской Федерации и подарил сборник Конституции. Престижно получать здесь награду паспорт. Паспорт – это основной документ, который сопровождает меня на протяжении всей жизни. А из рук губернатора получить, так это вообще блаженство. Не обошлось праздничные мероприятия и без концерта. Свои песни для присутствующих исполнили творческие коллективы нашего города. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Алтарь Победы. Телекомпания РЕН-ТВ, Саратов в преддверии 70-летия Победы продолжает цикл сюжетов о советских солдатах, которые отстояли страну в борьбе с фашистской Германией. Нина Тарасова всю войну работала радистом под Москвой. На фронт 17-летнюю девушку забрали на следующий день после выпускного школьного бала. Подробнее в сюжете Екатерина Ковальчук. От героев былых времен Не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, Стали просто землей травой. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Великая Отечественная война для Нины Тарасовой началась радиообращение правительства о вторжении немецких войск на границу Советского Союза. Приемник прошли и слышали, объявили начало войны. И вот первые слова «враг будет разбит, победа будет за нами» Эти слова со мной были до конца. После того, как сообщили, мы тоже побежали в военкомат. Побежали, написали заявление добровольцам, пошлите на фронт. Но на фронт 17-летнюю выпускницу школы не пустили. Мне сказали, мало девочек лет. Я говорю, зато я родилась 7 ноября в день Октябрьской революции. А я не родилась в этот день. И я, и он говорит, комиссар там говорит, ну, раз родилась в день Октябрьской революции, берем. Отсчет войны Нина Тарасова ведет с момента поступления на курсы радистов в Куйбышеве в сентябре 1941 года. Два месяца были курсы радиоциграфистов. Нужно было за это время освоить все военные науки. А самое главное, научиться работать на радиостанции, на ключе, в котором ключ у нас оружия был. Нужно было научиться со скоростью, чем больше скорость, тем лучше качество, со скоростью автомата. И мы изучали азбуку Морзе. За несколько дней до отправки на фронт теперь уже стенографистке Тарасовой сообщили, она и еще несколько лучших выпускниц курсов примут участие в военном параде 7 ноября в Куйбышеве. Долго тренировали, чтобы мы хорошо могли пройти там по площади. Подели у нас формы. Формы, конечно, были неказистые, немножко великоватые. Но я всегда вспоминаю слова поэта. Это ведь совсем непросто, когда тебе не по росту шинель, винтовка и война. Я не помню, как мы шли. Только помню, как чекание, мы шаг, шаг, конечно, тем более у нас были ботинки, и мы чекание, шаг. А уже ночью 8 ноября девушка на поезде отправилась в Москву. Когда мы нас привезли, нас сразу остригли всех под мальчишку. А у нас была одна девочка, Катя, у нее такие были чудесные волосы, косы, вы знаете, две косы. Ее стричь тоже. Мы так умоляли полковника, товарищ полковник, пожалуйста, ну оставьте волосы. И оставил. И в какое-то время прошел слух, что у Кати там какой-то коваря нашелся. И знаете, что он сделал, полковник? Немедленно отрезы волосы. Мы плакали, стояли, и отрезали девочке волосы. Нина и еще шесть радисток были размещены на одном из телефонных узлов связи под Москвой. Я работала на радиостанции. В основном мы были в землянках. Девочки стояли на посту, наверху стояли. Их дело было услышать звук самолета, и по звуку самолета обязательно определить, сколько летит самолетов. Какой марки, там, фонкель, фонкель, юнкерс, мессершмитт и так далее, немецкие. И это обязательно должна быть четкость. Девочки передавали на все посты, сообщали, что будьте внимательны, не те от самолеты. А я сразу сообщал на Москву. Жили родитки в тех же землянках, откуда и велась связь с другими постами. Девушки спали практически на земле, подстилая шинель. Еда в расположении связисток доставлялась ежедневно. Привозили, привозили на какой-то кляче, который никак не могла довезти. И у нас был один радист, а тут уж не для сообщений, был один радист, еврей. Он работал музыкантом в доме Чайковского. Чудесный мужчина, молодой. И он чаще всего говорит, девочки, я съезжу, он радистом тоже был. Я съезжу за обедом, привезу на лошади. И приезжал всегда без хлеба. Мы говорим, что такое, девочки, ложь не идет, я ее кормил, пока ее вез. И так мы говорим, ну-ка, ты сиди дома, мы уж будем сами. Глубокий след в памяти юной связистки оставили события зимы 41-42 годов. Из расположения связисток с важным письмом другую часть была отправлена одна из девушек. Через несколько часов ее тело нашли на поле, неподалеку от землянки, где работали радистки. Хоронить юного бойца девушки решили сами, ведь в их расположении практически не было мужчин. Днем невозможно было копать могилу. Мы в лесу копали могилу по ночам. Говорят, у всех такая могила, и копали могилу. Вот девочки, мы похоронили нашу девочку. Еще более жуткий эпизод этой войны Нина Тарасова помнит в деталях. Несмотря на то, что прошло уже более 70 лет после сражения под Москвой, ранним зимним утром девушек-радисток построили для объявления какого-то решения военного командования. О том, что на их глазах сейчас казнят предателей Родины, Нина и ее подруги узнали позже. Этот солдат во время лечения в госпитале очень неправильно рассуждал о политике нашей партии и о положении нашей страны, что немцы нас обязательно победят. Нина Тарасова объявляет решение приговорить к смертной казни. Вот мы, у нас, мы не могли, девочки, мы взялись вот так, пока стояли в строю, друг за друга, руки, не могли потом расцепить. Ведь при нас расстреливают человека. Вот до сих пор у меня это выстроило в голове. За все фронтовые годы Нина Тарасова ни разу не видела фашистов в лицо. И лишь после битвы под Москвой радисткам разрешили приехать в столицу и посмотреть на пленных немцев. Ну, вид у них, конечно, был ужаснейший. Понятно, потому что они как подбитые собачонки, извините выражение, они шли, тем более-то зимой особенно. Они обутые, одеты кое-как, потому что наша зима для них была ведь необычная. А зимы как раз военные были, особенно 41-го года и 42-го, очень суровые зимы были. И они, и знаете, и на лице, конечно, у них потерянный вид, понятно, потерянный. Они понимали, что они проиграли, эти бои находятся уже в плену, можно сказать. О победе советских войск над фашистами Нина Тарасова и другие радистки узнали 9 мая 1945-го от передного сообщения из Москвы. Я сидела за радиостанцией, только сменилась на ночное дежурство, а девочки на телефоне. Вдруг одна кричит, девочки, ой, сейчас я могу, девочки, девочки, что такое, передают прямым текстом, что такое, потому что там тоже. И я слышу по радиостанции прямой текст, а там же категорически ни одной буквы, только точка-тире, больше ничего. И только слышу, забираю ни слова, война, война. Вот сколько лет никак, не можно. И вдруг она, та девочка, которая слила телефон, прям вот так бросилась, телефон бросила и говорит, девочки, война окончилась. И мы выскочили на улицу, начали прыгать, кричать, война, война. Кто-то взял винтовку, начал стрелять. Свою первую боевую награду радистка Нина Тарасова получила в 1943 году. Медаль лучшего связиста и по сей день она считается самой дорогой. Хотя на счету ветерана более 20 медалей и орденов за оборону Москвы и защиту Родины от врага. В 70-летие со дня победы Нина Федоровна будет встречать дома. Поехать на Красную площадь в Москву 91-летняя радистка не сможет по состоянию здоровья. Российский Кавказ в областном музее краеведения. В учреждении культуры открылась выставка, приуроченная к 20-летию со дня начала контртеррористической операции на Северном Кавказе. Это совместный проект музея и Саратовского областного отделения организации «Боевое братство». На выставке представили фотографии, награды и предметы экипировки, которыми поделились участники боевых действий. Некоторые люди у нас скромничают, скромничают, потому что не то, чтобы они не хотят расстаться какими-то вещами и так далее, все равно вернем, но мы идем к ним, мы идем заинтересовываем их в том, чтобы они показывали людей, чтобы люди видели. Ну, где-то, где-то пульсом зайдем, где-то осколок. На этом наш выпуск завершен. Не пропустите 7-часовые новости. Норка, мутон, дубленки. Тысяча готовых изделий на новоторжской ярмарке. В Ледовом дворце «Кристалл». Новинки, выгодные цены, гарантия, мех качественный. За шубой на новоторжскую ярмарку. В Ледовый дворец «Кристалл» с 10 по 14 декабря. Здравствуйте. Прогноз погоды на 12 декабря-пятницу. По области будет пасмурно. В Ольске минус 3, 0. В Красноармейске от 0 до плюс 1. В Саратове в этот день будет пасмурно. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха минус 1, плюс 1. А вот в Китае, в Пекине от минус 3 до плюс 3. Погода ясная. Это все на сегодня. Счастливо. Норка, мутон, дубленки. Тысяча готовых изделий на новоторжской ярмарке. В Ледовом дворце «Кристалл». Новинки, выгодные цены, гарантия, мех качественный. За шубой на новоторжскую ярмарку. В Ледовый дворец «Кристалл» с 10 по 14 декабря. Завершилась ежегодная оперативно-профилактическая операция «МАК-2014». Она проводилась в области в течение полугода. Главная цель операции – выявление незаконных посевов и очагов дикого произрастания наркосодержащих растений. А также перекрытие канала в перевозке наркотиков. В течение всего времени проведения акции наркополицейские фиксировали случаи нарушения закона. Так, например, на территории Ртищевского района был обнаружен участок площадью около 9 тысяч квадратных метров, на котором росла дикорастущая конопля. Очаг наркосодержащих растений был уничтожен с помощью сельскохозяйственной техники. После чего коноплю общей массой свыше 25 тонн сожгли. Во время проведения операции «МАК-2014» на территории Саратовской области органами зарегистрировано более 1300 преступлений и правонарушений по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотромных сильно действующих веществ. В ходе данного мероприятия изъято более 50 килограмм марихуана, 2,4 килограмм гашишного масла и 1 килограмма 300 грамм гашиш. Даже глубокой осенью на исходе операции зафиксированы факты сбыта и хранения наркотиков растительного происхождения. Так был проведен обыск на приусадебном участке в доме 29-летнего жителя Энгельса. На чердаке его сарая наркополицейские изъяли пакет, в котором содержалось почти полтора килограмма марихуаны. Целую оранжерею обнаружили и в сарае Питерского района. Культивацией конопли занимался 32-летний местный житель. В рамках проведения операции установлены 4 факта незаконного посева и культивирования запрещенных возделывания растений, содержащих наркотические вещества. Так, например, в ходе реализации полученной информации сотрудники наркоконтроля установили, что житель Питерского района 32-летний гражданин осуществляет культивирование наркосодержащих растений и семян, выписанных на Голландию. Он в сарае оборудован оранжерея, где обнаружено несколько пустовок на пель и ведро с полутора килограммами лизатора мерехована. В отношении мужчин распространено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Хранение наркотиков» и статье 231 УК РФ «Культивирование наркосодержащих растений» ведется по следствию. Обо всех случаях незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также о фактах содержания притонов, полицейский просит сообщать в дежурную часть ФСКН России по Саратовской области по телефону 210510, а также по телефону доверия 210416. Кроме того, можно отправить сообщение на электронный адрес fskn64-san.ru Можно не видеть и не слышать, но жить. Можно бояться неизвестности, но двигаться вперед. Можно быть одним из миллиона, но среди друзей. Мы должны знать, кому нужна наша помощь. Помочь проще, чем кажется. Позвони в фонд поддержки слепоглухих. Вклады НВК Банка «Щедрая Волга». Удобные сроки, привлекательные условия, щедрые процентные ставки. Телефон 344-344. Продолжение квартир по федеральной программе с ипотекой от 10%. Группа компаний «Аркада». Звоните 3047-00. Аптека.ру. Проверьте цены. Сервис заказа лекарств. Компания «Полипрофиль» предлагает металлочерепицу, профнастил, сайтинг, прямоугольную трубу по оптовым ценам от производителя. 43-74-74. В Саратове открылся новый автосалон «Лада» на Соколовой горе. Всем покупателям скидки и подарки. Телефон 43-00-44. Успей купить квартиру в самом центре Саратова до повышения цен. Напрямую от застройщика компании «Ум-24». Звоните 39 39 50. Квартира рядом с заповедной лесной зоной и всего в 15 минутах от самого центра города. Это не фантастика. Это молодость. Совершенно новый жилой комплекс в Октябрьском ущелье от проверенного застройщика компании «Ум-24». В Октябрьском ущелье строится престижный экологичный жилой комплекс. Небольшие пятиэтажные корпуса у лесопарковой зоны с фантастическим панорамным видом для достойной и благополучной жизни. Тихий уголок во Фунденском районе. А совсем рядом одноименный спортивный комплекс «Молодость». Первый этаж дома займет цивилизованная парковка, которой хватит для всех жильцов. Предполагается огороженная территория, ухоженные газоны, детская площадка и собственная котельная. Престижные эко-квартиры в жилом комплексе «Молодость» с высотой потолков 3 метра, пластиковыми стеклопакетами, фасадным утеплением и свободной планировкой. Именно сейчас оптимальное время приобрести квартиру, ведь на начальном этапе ее стоимость наиболее привлекательна. Гарантиями своевременной сдачи могут стать репутация компании «УМ-24», регистрация договоров долевого участия в «Рекпалате», а также страхование каждого договора за счет застройщика в крупной страховой компании. Телефон 39 39 50. Приобретение квартир в комплексе «Молодость» на территории Октябрьского ущелья у компании-застройщика «УМ-24». Телефон 39 39 50. Проектная декларация на сайте ум24.ру. Взгляните. Вокруг клондайк подлинных сокровищ. Салон отделочных материалов «Клондайк». Начинается он с декоративной лепнины из полиуретана Европласт. Различных размеров и форм, повторяющих любой изгиб. Всевозможные гладкие и рельефные декоративные покрытия для стен из Италии, Франции и России идеально передают любую фактуру, цвет и рисунок. При выборе межкомнатных дверей оказывается, что действительно качественные двери по разумной цене – большая редкость. И эта редкость в салоне «Клондайк». Фантастический выбор межкомнатных дверей и перегородок, в том числе нестандартные размеры и окраска в любой цвет. И даже с глянцевым покрытием. Солидные двери по разумной цене. И скидка 15%. Широчайший выбор дизайнерских обоев из Европы и Америки позволит выразить любую идею дизайнера. Также целый спектр натуральных пробковых, тростниковых и бамбуковых обоев. Салон «Клондайк». Бескрайний простор интерьерных материалов для квартиры и загородного дома. Салон отделочных материалов «Клондайк». Адрес Рахова 171-179 между Зарубина и Кутикова. Телефоны 250-760 или 27-44-27. Отделочные материалы в салоне «Клондайк». Тепло. В доме создают камин, ковры и красивые шторы. Вот за этим-то главным красивыми шторами стоит зайти в один из салонов «Текстильный центр». Еще один салон «Текстильный центр» открылся в центре заводского района на площади Арджиникидзе. Огромный ассортимент домашнего текстиля. Ковры, покрывала, полотенца, скатерти. И, разумеется, ткани для штор с качественным пошивом и эксклюзивный подход художника-дизайнера. Интересная новинка и свежие веяния – технология выжигания. Посмотрите, теперь мы можем сделать любой, даже невероятно сложный художественный рисунок практически на любой ткани. Резной рисунок на ткани придает невероятную легкость восприятия и элегантность. Сложный узор ламбрекена может повторять рисунок тюля, как в данном случае, или быть самостоятельным элементом. Такая технология выжигания делает штору притягательной для взора и способной удивить даже самых искушенных гостей. Данный образец вобрал в себя оттенки модерна, классицизма и в то же время ультрасовременные веяния. Такая штора станет центром интерьерной композиции благодаря яркости и выразительному контрасту красного на фоне атласного белого. Великолепные художественные идеи в сочетании с хорошими тканями и современными технологиями создают то, что впоследствии становится классикой. Поразительный выбор идей для интерьера, тканей для штор и собственная мастерская делают салоны «Текстильный центр» оптимальным решением для тех, кто выбирает шторы для любимого дома или квартиры. Салоны «Текстильный центр» в Энгельсе, улица Транспортная, 25, в Саратове, в Ленинском районе, улица Антонова, 8, в центре Кутяково, 94 и новый салон в Заводском районе на площади Орджоникидзе, 1, телефон 26-44-51. Салоны «Текстильный центр» 26-44-51. Кушать подано Здравствуйте, уважаемые! Как и было запланировано, в это время на ваших телекранах кулинарная программа «Кушать подано». С вами Алексей Кузьмичев. Как говорил Даниэль Дефо, голод укращает даже льва. Поэтому приготовьтесь, сейчас мы сделаем это очень быстро. Менее чем за 30 минут я смогу научить вас готовить новое блюдо, вкусное и полезное. И помогает мне сегодня Сергей, шеф-повар развлекательного комплекса «Екатерина». Сергей, здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! Сергей, давайте сегодня укоротим всех голодных львов у телекранов. Делитесь секретами, чем мы сегодня порадуем наших зрителей. Алексей, так как нам нужно приготовить салат за минимальное время, я поделюсь с вами рецептом салата «Светофор». Звучит очень вкусно. А блюдо несложное? Нет, несложное. Понятно. Тогда какие продукты нам потребуются для этого рецепта? Для этого нам понадобится филе куриное, помидор, сухарики, салатный лист и майонез с лобода. Сергей, я готов усмирять дикий голод. Что мы будем делать в первую очередь? В первую очередь мы порежем брусочками курицу и обжарим ее. А ваша задача, Алексей, будет порезать помидор и салатный лист. Все, я понял. Приступаем к первой задаче. Мы нарезаем брусочками филе. Потом ее будем обжаривать. Кстати, спонсор нашей программы – майонез с лобода. При изготовлении майонеза с лобода используется современное оборудование, вакуумная технология производства. Благодаря новейшим методам производства и упаковки исключается контакт с загрязняющими факторами. Дольше остается свежим. Сергей, а сколько вам было лет, когда вы приготовили свое первое блюдо? 10 лет. И это была яичница. Это для кого вы готовили? Для себя, конечно. Для себя. Может быть, для родных полный столб. И все для себя. Понятно. Так, сейчас мясо у нас готово. Теперь все это отправляем на сковородку. А где масло? Масло с лобода. Сергей, сколько готовится у нас на сковородке мяса? Ну, до полной готовности, как обжарится и готово. По времени. Буквально 3-5 минут. Ну, я так понимаю, что здесь можно не ограничиться этим мясом курицей, можно и говядину, да? Сливину. Нет, именно только курицей. Заметьте, только курицей. Мясо готово? Готово, все. Мясо готово? Алексей, мясо у нас готово. Теперь займись нарезкой помидора, а я займусь нарезкой салата. Помидор нарезай средним кубиком. Я так понимаю, что главный продукт у нас сегодня, это у нас и курица, и сухарики, и салат, и помидор. Правильно. Вот и майонез слобода. Да, и заправим все это майонез слобода с чесноком. Все, блюдо у нас почти готово? Да, осталось собрать и заправить. У нас остался и чеснок. Натереть его надо. Меленько, аккуратно. Но чеснок для придания вкуса. Сергей, не обязательно же чеснок у нас в этом блюде? Нет, кто не любит, может не добавлять. Спонсор программы майонез слобода. Природа подарила нам вкус. И этот вкус жизни. Слобода вкусно и полезно. Берем майонез провансаль. И заправляем салат. Ну вот, наше блюдо практически готово на 100%. Остается все это только перемешать. И готово. И можно подать к столу. Ну что ж, друзья, наш маленький кулинарный шедевр готов. Я говорю Сергею спасибо за то, что укоротили голодного льва, сидящего внутри нас. Пожалуйста, всегда готов поделиться вкусными рецептами. Друзья, вам обязательно нужно это попробовать. Аромат непередаваемый. Кушать подано. Приятного аппетита. А ты невеста моего брата? Не знаю. Но вы едите тут вместе. Ну да. Одну рубашку тут носите вместе. Так получилось. И спите тут вместе. Это моя невеста. И мы теперь все делаем вместе. Хорошо, когда есть повод пожениться. Майонез Слобода. В новой упаковке. Кушать подано. Два раза в год перед каждым автомобилистом непременно встают два вопроса. Смена шин и их сезонное хранение. И этой зимой в шинных центрах запасное колесо вопрос хранения решается совершенно бесплатно. Сеть запасное колесо официальный дилер Мишлен. Только до 31 декабря при покупке любых зимних шин Мишлен старые летние шины можно совершенно бесплатно сдать на хранение до следующего сезона. Главное выбрать новые зимние шины Мишлен. Мишлен. Мировой производитель шин с более чем 100 летней историей. Шины Мишлен это безопасность, долговечность и экономичность. Итак, приезжаем в любой шинный центр запасное колесо. Вместе с консультантом выбираем оптимальный вариант зимних шин на автомобиль. В комфортных условиях дожидаемся замены колес. И забираем машину уже на зимних шинах Мишлен. При этом летние шины остаются на бесплатное хранение на целых полгода. Инновационные зимние шины Мишлен это модели с шипами и без. Флагманская модель, шипованная шина Мишлен X-Size Nord 3. Это сокращенный тормозной путь на льду и улучшенная фиксация шипов. Мишлен X-Size Nord 3. Больше чем безопасность для настоящих зим. Для тех, кто предпочитает шины без шипов, шина Alpin 5. Безопасное решение с осени до весны. Благодаря новому рисунку протектора и резиновой смеси четвертого поколения, она уверенно держит дорогу осенью, зимой и весной. Итак, специальная акция в шинных центрах «Запасное колесо». Только до 31 декабря при покупке комплекта зимних шин Мишлен бесплатное хранение в течение 6 месяцев. Приезжайте в шинные центры «Запасное колесо» в Саратове и Энгельсе. Подробности по саратовскому телефону 57 22 22. Развивать экономику регионального и даже федерального масштаба. Делать повседневную жизнь ярче и интереснее. Создавать новые рабочие места для жителей своего города. Все эти задачи стоят перед бизнес-сообществом. Проект «Бизнес-класс» расскажет, кто эти люди и как они добиваются успеха. Добрый день, меня зовут Наталья Михеева. И в этом выпуске мы поговорим о том, насколько сложно вести бизнес, связанный с детьми, и как разумно распорядиться прибылью. Успех достается только тем, кто его действительно заслуживает. Универсальной инструкции, как стать лучшим в своем деле, нет и быть не может. Но повышать свои профессиональные навыки еще никому не помешало. И сегодня в нашей рубрике «Бизнес-история» успешные саратовские предприниматели делятся опытом в ведении своего бизнеса. Медицинский центр «Врачебная династия» – это тот пример, когда название еще и определяющий фактор, потому что львиная доля коллектива – родственники. Первопроходцем стала прабабушка нынешнего главного врача около ста лет назад. Сегодня «Врачебная династия» – это уже четвертое поколение врачей самой разной специализации – от дерматологов до кардиологов. Вопрос о выборе профессии, по-моему, стоит для любого человека. И, конечно, нельзя сказать, чтобы нас заставляли, например, быть врачами, потому что в медицине заставить быть врачом невозможно. То есть можно заставить пойти учиться в медицинский институт, но работать такой человек потом точно не будет, потому что врач – это прежде всего призвание и образ жизни. То есть, ну, как бы, правда, это пафосно не звучало, но врач, он не может останавливаться на достигнутых знаниях. Врач – это постоянная учеба всю жизнь. И поэтому надо искренне любить профессию, чтобы стать врачом. Идею открыть свой семейный центр осуществили около года назад. Здесь специализируются на нескольких направлениях – дерматология, эндокринология, онкология, кардиология и ревматология. Но самые ответственные решения по любому из направлений принимаются только после семейного совета, прямо на работе в центре. – Спонтанности не было совсем. Мы очень долго просчитывали, думали. Естественно, у медиков как-то сложно все это получается, потому что нет начального капитала. Но по большому счету, вот видите, к нашему возрасту мы открыли центр. А так как у нас есть смена, то есть если бы мы сейчас открывали для себя, это совершенно бесполезно. Ну, как бы нам уже не так много осталось работать. А так как у нас есть молодое поколение, естественно, есть кому передать, то, в общем-то, для этого есть смысл делать. Ну, все кровно заинтересованы в этой работе. И, в общем-то, контроль, например, с нашей стороны, младшего поколения, тоже осуществляется. И те принципы этики, деонтологии, отношения к пациентам, естественно, мне передалось от мамы, мы с мужем передаем детям. Естественно, это все закладывается, ну, я не знаю, наверное, с пеленок, потому что, естественно, не профессиональные тайны и непрофессиональные основы, а именно отношения к пациентам, отношения честные. Мы сделали бесплатный прием, называется День меланомы, для скрининга населения. То есть мы сделали бесплатный для того, чтобы выявлять ранние меланомы, для того, чтобы выявлять на уровне диспластических неосов. То есть тогда, когда жизнь человека можно сохранить, можно убрать, и больше это не повторяется. Вот в наше время, когда все стремятся к хирургическому лечению, мы, наоборот, пошли по другому пути. Мы стараемся излечить больного без операции, бескровно. Для больных это очень важно. Нет риска осложнения после операции. И самое главное, его психическое состояние не страдает от этого. Из планов на будущее расширятся, но организаторы медицинского центра не отрицают, что возможны увеличения перечня направлений. Ведь пока никто не знает, врачами какой специализации вырастут внуки. На первый взгляд кажется, что открыть свое дело – это очень легко. Нужно иметь определенную сумму денег, и успех тебе обеспечен. Но на самом деле это не так. Грамотно вести бизнес – это большая ответственность и огромный труд. В рубрике «Бизнес-дневник» на протяжении целого месяца мы следим за становлением одного конкретного бизнеса, который целом камер владелец своего дела. И сегодня в рубрике «Бизнес-дневник» организаторы уникального для Саратова вида досуга сюжетных игр. Они уже поделились своими переживаниями и наблюдениями о рентабельности подобного бизнеса, о формировании цены на необычную услугу и о продвижении на рынке. И сегодня заключительная часть их дневника. Компания «Локейшн» – уникальный в своем роде бизнес для Саратова. Идея в создании комнаты, где небольшая группа людей, от двух до четырех человек, выполняет задания и разгадывает головоломки. В итоге находят ключ и выбираются из помещения. В этом выпуске – в каком направлении можно развивать данный бизнес, и как это делают организаторы эскейпрумов из других городов. В рубрике «Бизнес-дневник» представители компании «Локейшн» делятся своими наблюдениями и волнениями в режиме онлайн. Мы сейчас смотрим на опыт первой комнаты, понимаем, что он достаточно положительный, что очень хороший отклик по количеству людей, по впечатлениям, по эмоциям. И у нас есть идея развития дальше. То есть, конечно, нужно открыть вторую комнату, потому что это будет для тех людей, которые уже прошли, ответ на вопрос, что дальше. То есть дальше можно будет прийти к нам в следующую комнату, в следующий проект. Мы смотрим на опыт других городов, и там большое внимание. Вот кроме традиционных комнат для небольших групп на 2-4 человека, есть комнаты на большее количество людей. То есть это как бы такие корпоративные комнаты. Конечно, они требуют больших вложений финансовых и сюжетных идей новых и совершенно другого типа помещений. Мы об этом задумываемся. И, в принципе, поскольку в параллельном виде бизнеса мы работаем с большими группами, мы слышим вот эти запросы. Возможно, мы двинемся именно в этом направлении. Еще одна из идей – это комнаты для детей, в которых будут работать аниматоры. То есть загадки рассчитаны на то, что может в любой момент прийти кто-то взрослый, старший, и подсказать какие-то моменты, чтобы детки могли участвовать в интерактиве. Кстати, в Москве тоже вот это направление развивается. Там такой интерактивный театр для взрослых придумала одна из компаний, создатели «Эскейпа». Там участвуют артисты. Во время того, как вы проходите и выполняете задания, там есть еще живые персонажи. Это тоже очень интересно. И на самом деле у человека шкала эмоций минус 40, плюс 40. Мы сосредоточены в основном на каких-то эмоциях, либо радости, либо обиды. Это вот плюс 3, минус 3. Там не носит агрессия, это вот где-то единичка, двойка. Просто человеческий организм, вообще мозг, они устроены с огромным запасом. И его просто нужно нагружать работой. И если вы с друзьями можете действительно испытать что-то такое, ну, мегаинтересное, мегаудовольствие какое-то, что-то необычное, ну, я думаю, что стоит это делать. И не нужно делать вот, ну, все то, что делают другие, потому что, ну, возможно, это уже есть. Поэтому у нас, конечно, есть очень большой риск того, как это будет развиваться дальше. Но в то же время большой драйв, у нас все получится. И это будет, правда, вот что-то очень классное. На этом цикл бизнес-дневников с компанией Location заканчивается. А мы надеемся, что все их планы по развитию сбудутся, и большинство жителей Саратова будут знать о таком развлечении, как Escape Room. Как распорядиться полученными деньгами? Такой вопрос возникает только у успешных предпринимателей. Положить в банк под процент или расширить уже имеющееся дело? Ответы на эти вопросы в нашей рубрике «Бизнес-совет». Владимир Видро в 1995 году основал школу бизнеса «Диполь» и стал ее директором. Многократный чемпион управленческих поединков, ведущий тренингов и участник круглых столов, бизнес-эксперт. Во всем руководствуется девизом «Успешен тот, кто учится». Это именно из выручки вы тратите на аренду, на любые затраты ведения бизнеса. И если остается какой-то остаток, то уже возникают вопросы, что с ним делать. Есть ли универсальный рецепт 2 трети, 1 трети, или 3 рубля, 5 рублей, куда откладывать? Конечно, совершенно универсальных таких рецептов нет. Есть три варианта, в принципе. Первый вариант – это потратить на себя. Предпринимателю всегда есть такая необходимость, особенно если мы говорим о малом бизнесе, реально малом бизнесе, то обычно размер прибыли сопоставим с личными потребностями предпринимателя. Открывать или нет новый бизнес зависит от того, есть ли у вас силы и способности это делать. Потому что в малом бизнесе, по крайней мере, на стартовый период совершенно точно предприниматель должен сам заниматься созданием этого бизнеса, искать людей, учить их, обеспечивать им рабочие места, выстраивать бизнес-процессы. Если же действительно силы есть для открытия бизнеса, то тогда надо выбирать между доходностью этого бизнеса и доходностью вкладов в банк, ну или в какие-то другие финансовые инструменты. Правда, оценить такую доходность потенциальную для бизнеса или существующую для каких-то финансовых инструментов не так просто. Для этого надо проводить грамотные финансовые расчеты. И опыт взаимодействия с многими предпринимателями показывает, что финансовыми расчетами грамотными владеют далеко не все. И более того, не все даже придают этому как бы серьезное значение. Есть привычка оценивать на глазок. Кому-то при этом везет, но часто это ведет к большим ошибкам. Во всем нужно знать меру. Тратьте денег на себя и инвестирование рискованных проектов. Как это сделать лучше и где найти золотую середину специально для ответов на эти вопросы создан наш проект «Бизнес-класс». Возможно, именно вы станете героем нашего следующего выпуска. С вами была Наталья Михеева, программа «Бизнес-класс» на канале РЕН-ТВ «Саратов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова